переноситься на этап драфт фазы у нас lion gaming играет против chiefs и баграгас уходит в бан вместе с азиром и трамблом со стороны chiefs of и сейчас не будет магический треугольник уже не заедет разрушен но год ринду просто хэштег отрида а чё бы нет так сказать сыграют там свайпер ван трик вот тринда и у них там не знаю в регулярке тринда это просто вот кстати трендомер не в регулярке не трендомер неплох против танка на сплитпуше танк не может его убить да ну и трендомер хорошо передвигается по карте мы пофантазировали даже не успели да я бы еще хотел сказать насчет корейцев если у тебя есть корейцы в составе я не играют как допустим любой бы любой бы японец сыграл бы на их месте зачем тогда тебе корейцы да я тоже не понимаю то есть если у это аналитик или тренер он тебе привозит мету корейскую привозит тебе какой-то ну именно культуру и инфраструктуру не она в том плане рисова подход до отношения просто сама к игре возможно меняется то есть например вот у тех же вьетнамцев состав 10 человек мне кажется не просто так появился конечно если скорее вот это вот тема естественными командами вначале было насколько помню сайгонов было два состава потом они просто в один слились просто вынудили сейчас по моему во всех регионах запрещено иметь сестринские команды но именно в одной лиге то есть да конечно что там в лиге претендентов у тебя может быть состав но в одной нет север наконец-то из бана выбралась да и здесь эвелин хотел взять теак он по-моему на ней играл да в рамках нет не играл он играл не на вал карте а вообще то есть по крайней мере у себя в семифинале финале в чем дело теак это игрок каос латин гейминг это команда которая проходила на международный турнир в прошлом году от латинской америки когда регион еще не был разделен и тогда или на использовалась в качестве лесника и он очень много играл на явление я бы хотел бы здесь увидеть и велину но вот сейчас ее не нужно было брать потому что слишком рано нельзя и пока это такой чемпион которого нужно открывать уже в самом конце трэш плюс ну ну здесь может быть ответ на север лисандр север лисандра композиция хорошая то есть у лисандра получает му спид баф очень важный который позволяет ей цели преследовать даже без использования своей ледяной тропы при этом трэш нет а листа появится пока что для рейдера ну и спукс на киндред пока этот драфт выглядит неплохим для чивсов у чивса отобрали север против них север постоянно банили теперь когда они не забрали на фиспик забрали макая естественно север нужно было отбирать при этом сами отбирает усея калиста то есть такой своего рода обмена адешник им получился ну вот кстати калиста по моему первый день вообще не выходила из банов если не изменяет память калиста да они свир ну север и калиста до 1 день ее банили пять раз в двух играх где и не банили ее не пикнули да то есть к листа почти не выходила из банов но даже там где она вышла из банов и все равно не брали во второй же день я пикнули пять раз один раз проигнорировали один раз забанили и один раз она игру свою проиграла как раз таки инс и изрус гейминг играли игру вот а в третий день калиста появляется не в каждом матче так что но там где и не банят а где есть игрок который на ней может хоть как-то сыграть здесь что-то нужно с этим делать то есть калиста это конечно сейчас не тот чемпион который способен прям жестко вытаскивать но в определенных таких композициях да мы видим что она это чемпион который может создавать точнее какую-то серьезную угрозу представлять знаешь я вот я смотрю на драфты всех команд и мало очень разнообразие то есть герои повторяются хотя есть много хороших героев и здесь там взять мид есть джейс допустим да герой сильный его берут но и 7 из 8 команд вообще никто джесса даже не хочет взять пример у тебя есть там а.п. в лесу и а.п. на топе возьми мидера а.д. что все время очень часто берут третьего а.п. что мидера и с этим связаны очень многие проблемы в сетапах а вот это в котором у чифа банили один раз хард рандому сейчас посмотрим что за тэф посмотрим на тэфа и еще там да вот фомка уже упомянул джейса не знаю есть талон который я не знаю насколько он сейчас не менее понерфили талон конечно фомка использовался но он мне даже говорят что как бы контр-пикал каркача нет там был варус а варус с вами был варус а я контр пикал не каркача не варус я контр команду свою команду свою команду свою команду если она была не пикали уже я как-то сарик а ввари а александра баняне не даю банили но у -тут пик тэфа он такой тоже спорный там если с ангалян который может себя ультонуна и т.п очень сложно стоять против Александра, потому что это... Воу, 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 полегче. Прямо это какая-то супер фулл инициация для лайн-гейминга. Может этот вот львы храбростью запаслись и сейчас будут играть супер инициативно. Надо бы, конечно, скин тогда для Сиджани на льве верхом, но из всех команд, наверное, которые играли на Сиджани, мне припоминается только... Дельфины. Лазанья. Лазанья, дельфины, да. Пятая игра там... Или Занзарах. Или Занзарах, да. А из команд, которые участвуют в этом wildcard турнире, я вот не могу точно вспомнить, то ли это был спукс, то ли это была команда какая-то... Сайгон Джокерс. Они с Вилкозом ее пикали. Такой у Е-сетапчик у них. Хорошенький такой сетапчик, интересный. Но Сиджани мы давно не видели. Не такой, как Кенен Сиджани, но все равно. Кенен Сиджани это прям олд. Прям олд, да. Кстати, корицы сейчас пикают Кенена. Он хорош. На самом деле, его, мне кажется, недооценивают. Просто сейчас танка мета. Ну да. А он такой себе танк. Маленький ниндзя. Маленький ниндзя. Прям противовес такой. На него какой-нибудь летит мальфит, знаешь, такой давит его. Или наутился. Что-то в последний раз, когда мы видели мальфита. На этом турнире никогда. А, кстати, бывают моменты, когда мальфит нужен. Допустим, вот как пикнули сегодня Джинксу. Почему не взять мальфита? Вот, кстати, да. Но, по-моему, в последней фазе драфта была, хотя... Фиору забрали на лаз-пик. Да, Фиору забрали на лаз-пик. Можно было как раз-таки мальфиты Вот, допустим, попадает копье Нидали, а попадала она в Джинксу там очень часто, и там копье снимало там по 60%. Сразу ульта мальфита, все. Смерть. Ну да, но правда, если она от флеша, то ульту мальфита там. Ну, опять же, флеш... Флеш, кулдаун 5 секунд. 5 минут. Ну, даже с дисторшн там, типа, 3.40 выходит. Ну, опять же, до Джинкса она вряд ли там... Ага заграет сапоги на дисторшн, и вряд ли Да, она вообще сапоги продала потом. Да, кстати, у нее... Как ты будешь потом... И плюс, там, замедление такспида, турмейл на мальфите. Да, кстати. Там не это самое. Ну, там еще замедление... Фиору не самый хороший вариант. Просто забывают, на самом деле, такие пики. Ну, ты знаешь, это всегда происходит в тех турнирах, которые проходят в краткий срок, да, там, несколько дней, и ты просто уже играешь на том, на чем играют все. То есть, ты уже забываешь, ты прекращаешь инициативить. То есть, если ты не приехал с этой стратегией заведомо, да, подготовленной, то ты ее вряд ли выкатываешь. Хотя, может быть, там, у топера мальфит ты очень даже неплохой. Но ты про это забываешь, потому что уже вот как-то так устроено в турнире. Это часто такая проблема. Как раз Фомка уже это отметил. Сейчас будет же ИСА завести. Ну что ж, дорогие дамы и господа, мы переходим в матч Lion Gaming против Chiefs. Давайте посмотрим, смогут ли команда Chiefs здесь все-таки не опуститься к своему наутилосу. Не вернуться обратно в регион Океане. Да, не вернуться бы домой. Chiefs следуют, опять-таки, моде, заданной Ашер в прошлом матче. Поставили ворды на инвейд. Я тебе говорю, Ашер законодатели моды. Знаешь, нет, я бы сказал так. Мне кажется, что команды просто забывают об этих вещах. Вот сколько уже времени не происходит инвейды, и об этом забывают. Мне почему кажется, что СНГ регион, он посильнее, чем другие Валдкарт регионы вообще. Потому что в СНГ регионе все потеют, анализируют, все думают о том, как, что, куда, какие возможные варианты есть. Все помнят все стратегии. А вот там как-то нет. Латинская Америка, там, те же Океане. У них, как будто они играют вот сегодняшним днем, не помнят, они предков своих. Ну, предков ты уж слишком загнул. Ну, я так условно говорю. Знаешь, мне, кстати, очень много вопросов вызывает то, что отсутствует, например, Рамос на топе. Его немножко нерфанули, ему кулдаун нульты подняли, а больше ничего не изменили. То есть, цеплял бы стрелков, так и цеплял бы. Рамос хорош и очень прост в реализации. Где Сарака? Где Жанна? Почему они используют этих персонажей? Они имеют хороший потенциал. То есть, да, мета-танков ты хочешь выставить чемпиона, который будет фронтлейнером, но это не всегда полезно. То есть, почему бы и нет? Непонятно, почему именно так все происходит. Посмотрим. Уфер где-то уже урона нахватал. Димас Лиссандри решил потрейдиться. Говорили, что Сея достаточно сильный игрок механический. Мексиканский. Ох, Арса ловит. Но экзост был хороший. Райдер, по-моему, взорвал, да, свои копии? Да, взорвал. Он очень их рано взорвал из-за этого. Под экзостом. И не получилось у него продамажить. Вот есть такие микро-моменты, есть какие-то такие ситуации, которые потом в сумме выливаются во что-то не самое приятное. ТФ. Золотая карта выпрыгивает. Спукс. Не смог кинуть свое замедление. Юрий уходит. А тут очень странно получилось, что ни Спукс не дал замедление, ни Сифер не дал золотую карту. Если уж играете по Лиссандре, то играете нормально. Да. Так ее только прохарасили немного. Лиссандр тоже. У нее был флэш, так что если полетела золотая карта и выпрыгнула Киндред, сразу же пошел флэш. Но это минус флэш для Лиссандры, что всегда эффективнее. Да, здесь определенно Лиссандр не пытались убить, пытались саму нерки ее выбить. Киндред взяла первую метку скраба и теперь идет на возможный дайв, возможно на контр какое-то действие от Си-Жуани, но не стоит забывать, что у Си-Жуани главная проблема в том, что она очень сильно проседает. здоровью на первом клире. Си-Жуани, да, почему у нее есть именно на ранних уровнях некоторые проблемы с клир таймом и так далее. Дальше уже эти проблемы пропадают. Это как вот Ноутилус, да, почему его не берут в лес? На первых уровнях он слабоват в плане убийства кэмпов, проседает тоже по КП. Скорее проблема Ноутилуса или снова в том, что есть чемпионы гораздо лучше его на позиции весника. Но я люблю Ноутилуса в лесу. Я помню. Те немногие игры Team Just весной прошлого года. Я еще Валибиро люблю в лесу. Хороший персонаж. Ну что ж, пятая минута на таймере. Разница по фарму, кстати, хорошая. У Чивсов на топе, там, 31 миньон уже у Калис на 23 усиверки. И здесь на жирала заходит команда Чивс, пытается забрать эту Поппи, и тут же W с флешадис играет. Ой-ой-ой. Плохие дела для Поппи. Это фёрст бат польза Чивсов. Макайт забирает первый килл. Сейчас полностью здесь по фарму остановится. Будет ли Death Sentence от Эджима? Да. За счет того, что Unbreakable стоял, удалось притянуть немножко Браума, но в конце концов просадили, но Браум это все-таки чемпион, который способен даже при отсутствии там своих поток продолжать стоять линию. Ну, какое-то время Браум еще может постоять. Просто каждый последующий хук от трэша успешный может превратиться в Ignite дополнительный. Да, кстати. Еще больше подтягивания и Райдер просто взрывает. Ну и у Арса появится экзост очень даже скоро, поэтому даже в случае хука по Брауму то можно разворачиваться играть по Калисе. Но Калисто, трэш, их опасность состоит в том, что они... связка-то очень сноуболящаяся. Если отдать им хотя бы один килл, то все может плохо кончиться. Кстати, Киндред выходил на ганг и по фарму отстал. 17 миньонов на 24 у Сюджуани. Тьяк идет впереди. Тьяк на один кэм больше перед первым бэком сделал, из-за этого он смог себе купить не только джангл предмет и фласочку, но еще и пинквард, который он уже поставил. И тем самым обеспечил вижн контроль, что Киндред или кто-то другой не зайдет в его лес и не накажет. Вот это, кстати, круто, потому что если Киндред так показывается на этом варде, тут же реагируют Лиссандры и они вдвоем эту Киндред разрывают в хлам моментально, потому что их композиция, несмотря на то, что это там Сюджуани, который танк, на ранних уровнях она вносит хороший дэмэдж. Спукс заходит сюда, его видит, и Джин... По тотемам ходит. Да, 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 да. Сея. Здесь Арс, ух, Дистани пошел от Визит Вейта, заходит на топ-лейн, реализация ганга пошла, Арс должен попытаться уйти, но его ловят Д-Сентенсом, слишком много урона проходит по браму и забирает второе убийство в этой игре Чифсы. Не знаю, как он так осложился, не совсем показали нам этот момент на камере, но получилось очень плохо, потому что его все равно подцепил хуком в трэш, и стан был от Твистед Фейта именно по нему. Бедный Арс его просто ненавидит. Ну, пока что все не очень хорошо для Lion Gaming вообще, то есть и вышку у них сносят, и First Blood взяли, и второе убийство здесь на брауме, то есть реализовывается Твистед Фейт, и нечем дать ответ Lion'ам пока что вообще. Вот сейчас якобы шестой уровень, он после этого грампа, и нужно будет реализовать как-то свой ультимейт, потому что если это один из тех лесников, у которых шестой уровень дает Power Spike. Дело в том, что вообще команда Lion Gaming до момента тимфайтов, они так себе. У них и Топ вот здесь проседал в некотором плане, у них и Лиссандра она на ранних уровнях, если не выходит лесник, то она вряд ли сможет как-то твистед фейтов соло пробить сильно. А вот что касается командных сражений, то есть как только начинаются варианты под раком, да, то есть и Лиссандра с ультимейтом, и с огромным аудиоконтролем, и Сиджуани, плюс ульта Севир, то есть все это идет в таком сильном замесе, в таком блендере, короче, и тогда уже... Ну, чтобы это сильно стало блендером, нужно добавить сюда немного урона. А откуда урон у Лайн Гейминг идет? Только, наверное, от Севир и от Лиссандры. То есть вот если два кэри их не разгоняется, то... Хорошо джирал бой. Хорошо джирал, да, и герой к чаржам своим отступил. То есть если у Севира не будет урона, если у Лиссандра не будет урона, то весь этот контроль будет впустую. Да. Но Поппи немножко дэмэджа еще имеет. Кстати, Тиак с Джиралом будут защищать вышку Т1 на боте. Пока что Севир спокойненько фармит. Здесь... Ох! Очередной дэссендерс попадает на этот раз по Тиаку. Кстати, Джирал там, герой к чаржам, хорошо отпрыгивал. Появляется еще и Бром, так что здесь втроем игроки Лайн Гейминг стоят на защите этой вышки. Защитить еще. Но башня все равно упадет. Численное преимущество у Чивз не позволяет долго Лайн Гейминг эту башню протектить. Потеряли время. Проблем достаточно много у LG по всей карте. Разница по золотым вырастает до 3000. Если Чивз эту игру продолжат так вести, то есть сноуболить ее, разгонять и в свою пользу все. А сейчас Чивз задали такой темп игры, на который Лайн Гейминг не успевает ответить. Они забрали две вышки, при этом забрали их без свапа. Это всегда говорит о том, что противник где-то подставился, где-то недооценил оппонента и за счет этого очень сильно Чивз вырвались вперед по золоту и вырвались по вижену. Расставив вижен в верхней части карты, они спокойно забирают первого дракона и так же спокойно могут пойти и на героя. да. Да. В итоге Чивзы, ну я не знаю, насчет мидлейна, то есть если Чивзы дальше продолжат действовать по сценарию, то и мидлейн скоро упадет. Достаточно им создавать контроль над лесом противника. Спукс, кстати говоря. Тияко тут может сыграть. Урон хороший у Киндред сейчас. Тияко проседает. 50% здоровья его просаживает. Ну у Киндред уже 3 метки. Сколько она там дала автоатак? 5-6. То есть здоровье режется на ура. И это еще без того, что у Тияко не закончил донгл предмет. Да, кстати. Донгл предмет, это будет скорее весь попелитель. Утягивает махай куда-то. Улетели прям такие Тарзаны. Не успели сбить рекол Тияко. Да. Юрий возвращается на мид. По фарму он не отстает. То есть идет в ровне с твистед фейтом. Здесь ничего такого не происходит. Ой, спукса ловят в этот момент. Северка ультанула. Здесь появляется еще и Поппи. Весь удар пошел по спуксу. Ультимейт использован здесь. Но не дают вообще спуксу лантерну это прожать. Словили отлично. Забрали прекрасно. Но потратили 4. Нет, 3 ультимейта. 3 ультимейта и телепорт. 3 ультимейта и телепорт. И флэш. Киндредка убить. Когда ты говорил то, что если Киндред зайдет в вражеский лес и ее не отпустит. Я думал. Ну да. У нее там 5 уровень. Ульты нет. Но если ульта появится. То есть какой-то шанс у нее уйти. Ну что бы такое было. Я ей честно говоря даже не предполагал. Да. Все вжарили в нее. Лишь бы ее не отпустить. И в итоге. Да. Килл забрали. Но больше то ничего. Вот это проблема. Проблема лайнов в их текущем положении. И в сетапе. То есть в этом сетапе они не могут активно пушить линии. Ну прям так как нужно. При том что у Чивсов в ответ есть Твист Фейт и Мокай. Кстати здесь Джералл пытается вместе с Тиаком сыграть по свайперу. Посмотрим получит ли них это сделать. Замедление идет. Они убьют его очень медленно. Много урона получает. Но тяжело да. Вот сейчас ульта заканчивается. Можно попробовать. С флэша сыграл Джералла. Бросил свайпера немного. Но этого недостаточно. Долго живет свайпер. Краспоп Зандайн. Хорошо здесь пытается уйти. Появляется Спукс. Здесь может все плохо кончится. Тиак ультует по двоим. Здесь Джералл должен сейчас героя к чаржам прибить. Маны то у него нет. Скорее всего Спукс сейчас забьет Джуани. Свайпер все еще живет. Этот Маокай с его пассивкой он умирает в конечном итоге. Здесь даблкил для Киндрад. Уже нету у Спукса его ультимейта. Юрий может его забрать и выпадает кушкой. Ворачивается. Здесь Спукс не рискует. Отходит. Но Юрий сыграл очень неоднозначно. Юрий предполагал видимо что Киндрад будет куда-то уходить. Или был уверен что он ее убьет. Сложно сказать что вообще произошло. Арс снова отпрыгивает. У него до сих пор шестой уровень. Больно. Арс очень. Вообще Браун по моему щит не поставил. Не он подставил. И из-за этого Хукс ловил. А точно. Как знаешь как магнитом просто притягивает. В этом плане Браун кстати в подобных ситуациях он не совсем эффективен. Он может поймать Хук который никто не поймает. Да. При этом если Браун не затанкован то для него все заканчивается плохо. Да. Здесь пока нельзя говорить о какой-то затанкованности. Для Брауна он себе не апгрейдил даже его релик шилд. Так что и ХП у него не так много. Но возвращаясь к тому бою который происходил на нижней линии. Джирал отдал флеш. Ради того чтобы убить Маакая. Ультимейт у Сиджуани станет не так сильно. И когда Маакай просто пошел в сторону Киндред. Киндред сделал большую часть урона. При этом Маакай пересустанил этот бой. То есть ситуация вообще могла сложиться таким образом. Что без прихода Александры Маакай мог выжить. Да. Ну что ж. Киндредка 2-1-2 пока что идет. Но проседает по фарму против Сиджуани. Не в каждой игре такое видишь. Что Сиджуана оверфармит Киндред. Да не. Мне кажется наоборот. Во-первых не в каждой игре. Потому что мы Сиджуани это видим первый раз на этом турнире. А вот тот факт что Сиджуани фармит и перефармливает. Наверное вполне закономерно. Потому что Киндред старается активно перемещаться по карте. И делать для своей команды игру. А Сиджуани просто фармит. В начале она ждала 6 уровня. Теперь я не знаю даже что она ждет. Наверное пока ультимейт перезарядится. Но вот все уже ультимейт с кулдауна спал. Сейчас очень много вардов у команды LG в лесу. То есть Чивсы контролируют их лес достаточно хорошо. Красный баф и Рапторов, Остроклювов. То есть тут в этом плане все хорошо у команды Чивс. Тяг становится все более и более застанкованным. Но они немного не подозревают что... Так. Ой-ой-ой. И Джим может упасть очень быстро. Но его утягивает. Рейсер. Можно было отдать здесь ультимейт. Вливается все. Сейчас Чивсы очень сильно пробивает ребят из LG. Тяг падает. Арс тоже минус. Двух убивает команда. Чивс сейчас разбивает LG очень сильно. Здесь не стоило так вливаться в трэша. Это же... Это просто на хайлайте. Да, золотая карта здесь по Юре играют. Его тоже убивают. Седьмое убийство в пользу команды Чивс. Ничего не получается сделать. LG распадаются на куски. Раз за разом в каждой игре они очень сильно проигрывают. Если бы не низкие дефтаймеры, то я думаю это была бы сторона для Чивс уже сейчас. Стороны. А тут еще и Герольд. О-о-о-ой. Да-да-да. В том-то и дело, что с Герольдом можно постараться уничтожить ингибитор прямо сейчас. Настая минута. Юри. Еще... Да вы серьезно? Да. Это мне напоминает игру каких-нибудь СХТ и ОМГ пару лет назад, когда на 13-й минуте сломалась сторона, здесь на 16-й минуте. Но тоже очень неплохо. Они просто идут и одну башню за другой. Тут конечно не с Т один, но было очень похоже. Что произошло? Была засада от Lion Gaming, которая полностью провалилась, поскольку влилили все в трэша. Весь контроль, который был, и конечно Калисто вытянуло. Включая ульту. Включая ульту Лиссандры, включая... Ну там Тьяк вроде попозже немножко ультанул. Он тоже ультанул. То есть сам факт, что ты видишь Калисто и ты видишь трэша. И ты в трэша все воеваешь. Ты играешь по трэшу, а не по Калисто. То есть, конечно, есть... То есть, конечно, есть маленький шанс, что вы его заберете до того, как Калисто успеет среагировать. Ну, если Калисто знает, как работает его уда, то я не думаю, что это возможно. Конечно. То есть, это такая ошибка человека, который против Калисто как будто не очень часто играет. Но забавно было не это. Забавно, что как только Еджима втянули ультимейтом, он обратно прыгнул туда. И за это время, ну естественно, когда втягивается, контроль заканчивается весь. Он вернулся, он уже не законтролен. Он сам расконтроливает троих. Прилетает Visted Fate и все line-гейминг сыпятся. Да. Знаешь, кстати, я вот видя уровень игры регионов типа Латинской Америки, мне кажется, что вот из СНГ даже вот в топ-2, 3, даже может в топ-4, а может быть даже и Дэви Юикти с джастами могли бы соревноваться на одном уровне примерно с командами Латинской Америки. Да, вполне может быть. Интересно, знаешь, было бы посмотреть, если бы от СНГ, например, было бы две команды, Empire и Hard Random, я думаю, что именно они вышли бы с первого, со второго места. Потому что у Hard Random свои сильные стороны в Empire. Гамбиты, Гамбиты. А, Гамбиты, как же я мог забыть. Гамбиты, конечно, тоже. Одна команда чемпионов с LK. Ой-ой, Райдера убивают здесь внезапно, очень внезапно. Здесь играют по Спуксу, попытаются сыграть по LG или нет. Но камбэк здесь внезапный, на ровном месте абсолютно. Поймали Райдера, явно заигрался. Сейчас Свифер поймает Джерелла, но такое. Да, карта по попе Сея на очень низком уровне здоровья и крипов очень много уже уникла Nexus вышки. Но игра, по факту, в кармане у команды Chiefs, потому что... Ну, просто посмотри на эту пашню у Nexus. Ну, я бы не сказал, что она в кармане у Chiefs, да? Есть... Почти. Ну, да, есть преимущество огромное. Но мы не забываем, что у LG у них тимфайтовая композиция. Они могут здесь какую-то драку проверить. Ник, я ценю твой оптимизм, но поверь мне, как комментатор Лиги Претендентов, которая видит это три раза в неделю, это, по факту, выигранная игра для Chiefs. И нужно очень сильно постараться, чтобы они это проиграли. Она похожа на игру Gambit против... Да, в том-то и дело. Кого-нибудь. Против любой... Против ММР, например? Нет. Против ММР, кстати, неплохо показывает себя против Gambit. То есть там не было прям такого однозначного стомпа, да? За 15-20 минут. А вот против какой-нибудь... Ну, не знаю, против каких-нибудь Ennex... Ну, против люби-возьми любую команду, да? Которая не реквалифицировалась в Лигу Претендентов. То есть из нижней четверки. Вот, а представляешь бы, там, в ралли топ-1 команды из Лиги Претендентов на Wildcard. И такие Gambit MMR проигрывают, потому что Фомка затральбасил салоном. Эх... Нет, нет, погоди, затральбасил. Gambit выиграли все равно, они 2-1 сыграли в финале. Ну, проиграли же одну. Ну, одну проиграли, да. Бывает. С кем не бывает? Да. Кстати, вообще Chiefs, я вот смотрю, и вот если одну палочку убрать, то будет СНГ. Круто. 7-3 счет, двадцатая минута еще даже не наступила. А уже такая вот ужасная ситуация для LionGaming и Chiefs. Они такие думают, что нам делать на этой карте? Барона даже еще нет. Куда идти? Кого забирать? Ну, сейчас возьмут Герольда. Пока ингиба нет, можно пытаться создавать еще больше обзора. То есть заходить где-нибудь на территорию LG и там, например, вспышивать Т2 вышку на миде. Это неплохое решение было бы с их стороны. Это самая очевидная башня, у которой осталось довольно мало здоровья и которая обязательно должна упасть. Да. Золотая карта Swiffer. Он просто в зоне, то есть когда видят ТФ с золотой картой, никто не хочет подходить к дальности его автоатаки. Он нам золото показывает. Раз в пять лет. Ого. Я даже уже забыл об этом. Там две тысячи преимущества у трэша над Браумом. Война с бортов. Богатый трэш. Здесь все, на самом деле, такие богатые из команды из Океании. Золотая карта по Арсу. Но это... Вот и все. Сейчас будет еще одна сторона. Ну, как бы, такое бывает, конечно. Воу. Слыша. Вот это зря. Сандри, у которого есть ультимейтер. Ой, золотая карта Swiffer тоже. По Юри. Свипер тоже с ним потенциывает. Свипер здесь умрет. Райдера под ультимейтом здесь жил как можно дольше, но... Что-то... Они сейчас зачезят, просто и убьют. Но Spook, скорее всего, тоже умрет. LG, неужели они так жестко камбэкнут сейчас? И Джим может погибнуть тоже, кстати, если жрал зайдет. Ну, кстати, для LG это очень даже неплохой камбэк. Правда, тут ингибитор может снова упасть, но... Я просто чувствую, знаешь, если бы это... Вот как ты сказал, брать одну палочку, да, будет СНГ. Примерно так. Смотри, что я могу. Говорит Макай, слушай, играет Палисандри. А Swiffer такой. Ну, я тоже так могу. Слушай, играет по той же самой... Ну, Палисандри сыграл, да по кому? Ну, Палисандри тоже сыграл. В итоге, Джима так и не поймали. Он всё-таки на мобилках убежал от вражеской команды. Но это будут две башни для Lion Gaming. Ну, или хотя бы одна. Вот на миде точно Сей должен забрать. Да, ульта пошла от Thisted Fate. Золотая карта сейчас по Сей. Но Wild Cards он доджит с помощью своего спелл-шолда. Подходит Тиак. Должен Swiffer остановить. Сей! Подставляется под карты. Умирает. Тиака ловят здесь Death Sentence. Его забирают. И это даблкилл для Twisted Fate. Похоже, будет Барон. Да, Барон, в принципе, целепорт есть у свайпера. Он его сразу же использует. И в пятером очень быстро этот Барон будет забран. Да. Барона забирают. Четыре тысячи здоровья. У него остаётся. Три, две, одна. И это минус Барон. Барон в пользу команды Chiefs. Без проблем. Барон нашел. Красиво звучит. Успеет я, Джим? Нет. Да нет, не должен. А он даже, наверное, и не видел. Не видел. Лиссандро. Тут разгром сильный очень. Chiefs пойдут по топ-лейну. Там открытые гибиты. Я не уверен, что LG... Ну, LG — тимфайтовая композиция. Сейчас может быть драка. И мы видели, что Chiefs, в принципе, драки умеют проигрывать. Поэтому... Шутки в сторону. Сейчас Chiefs себе немножко ситуацию осложнили. Потому что они потратили два флэша агрессивно. Против тимфайт-композиции с такой инициацией. Так нельзя делать. И поскольку кулдауны флэшей, я надеюсь, line-гейминг-тайминг, они должны знать, что флэши ещё не откатились. И можно вот просто тому же Тиаку либо Юри влететь и потом, вроде, расконтролить этот бой для Сивир. Влёт крутой у LG. Главное его реализовать правильно. То есть тут видно, что мексиканская команда пошла чётко на формат инициации. Может быть, это как раз кто-нибудь из хард-рандомов им подсказал? Ability engage. Я просто, знаешь, представляю эту ситуацию в Мексике, да? Они просто все подходят к Тунцу такой. Что нам делать-то? Чё нам пикать? Скажи, посоветуй. Ну, это ты уж прям забеймил жёстко. Почему? Просто... Хайп ли Тунца? Хайп Тунца? Тунец хайп. Chiefs забирают Троика. 24-й мюд на таймере. Это второй дракон. И... Тьяк. Здесь. Заметил вард, но не стал его убивать. Ну, такой очень защитный вардинг от Lion Gaming. Не заперто на своей базе. И... Стычным отставанием могут надеяться только на то, что... Чиф снова будет делать. Мне кажется, если Lion Gaming выиграют этот матч, то эмоции у них будут такие, как будто они выиграли World's. Потому что тут такая игра прям... Нет. Это будет один из тех случаев, когда им будет хотеться просто снять наушники и выйти из тути. И... Пока что Lion Gaming здесь играют суперосторожно. Есть фейтабл флеш, он его тут же использует, ингибитор тем временем падает. То есть тут... Странные пока что решения проходят. Свайпер влетает. Здесь под своими вышками стоят LG на миде. Уже нет ультимейта Севири, поэтому инициация не сработает. По трём сторонам идут. Макай вообще там подбирается, да. Ещё на что стоит обратить внимание. Вот у LG полностью тимфайтовый сетап. Но! Есть трэш с лантерной, который может одному вытянуть TF... Не, ещё нет, Джонни у TF, но всё равно... Золотая карта, которую TF может вытянуть во время инициации. Есть Maokai, который тоже неплохо может законтрить какой-нибудь энгейдж. Так в том-то дело, что Maokai отлично, во-первых, блокирует своим телом, да. То есть моделька широкая, он постоянно находится на фронтлейне. Он очень уже затанкованный. Так он ещё и снижает урон от всех вот этих вот AOE-связок, которые пытаются Lion Gaming навязать. То есть Maokai забирается на фестпик. Сейчас его ультимейт там, чтобы... Держится, его лантерна прилетает, уходит свайпер. Взрывает свой ультимейт, продолжает давление Chiefs, не отступает вообще ни разу. Разница по золотым. Уже сколько тут тысяч? 12? Да. Может ещё одна вышка падает? Лао, там трэш использовал свою коробку. Дал время немножко своим ребятам. Есть The Sentence. Скорее Lion Gaming дал немного времени. Ой, Юрий использует свой флэш плюс ультимейт по спуксу. Не успевает он даже ультануть. И сейчас команда LG имеет шансы файта выиграть. Ульта пошла, отвиснет фейтер. Айдера здесь в опасности. Не выкидывает никого. Джерал, остаётся один против двоих. Забрали Maokai. Свипер подходит с золотой картой. Здесь выкидают Еджиму. Он даёт свой Desenance по Юри. Могут Лиссандру убить. У него есть Джонни Саурглаз. Пытается дотраться. Здесь золотая карта по Лиссандре. Дабл хилл для команды Chiefs. И это возможно будет ингибитор сейчас. Эту Каллисту. Да, Каллисту уже не остановить. И смогут ли доиграть и выиграть эту игру Chiefs? Пока не ясно. Два ингибитора точно должны здесь упасть. Они не пойдут скорее всего на золотая карта. Патияко продолжает кидать свои копии Райдера. Неплохо щит поставил свой арс, но этого недостаточно. И Джим уже упал. Райдер отпрыгивает по нему. Проходит стан от Браума. Не умрёт. Райдер продолжает бить Сиджуани. Взрывает копии. Алло. Ну и гип не заберут они скорее всего. Да, теперь тоже точно. И они бы тогда его не забрали. То есть тут нужно было сразу разворачиваться. Треша не надо было терять и просто уходить. Так КДА подпортили и Джиму? Немного. Но пока нет. Пока только одна смерть. А так было бы перфект КДА. Ну, им бы с групповой стадии выйти, а не перфект КДА иметь. Ну кстати у Джима крутой вообще КДА. Учитывая там игру 0-0-21. Только вчера. Только вчера. Потому что сегодня он тоже поумирал. И первые два дня там полный провал был. Фармили как хотели. Забирает Тиак. Синий баф. Может умереть. Потому что здесь спукс. Ай-яй-яй. Спукс вообще не чувствует. Вот нет вардов. Тиак может погибнуть. Еще один удар. Здесь ульта пошла. Вот Юрий снимает своим QSS спукс. Ультимейт Лиссандры. Наличие QSS это круто здесь для спукса. Потому что он сможет снимать контроль и тут же использовать ультимейт на себя. Вот против таких композиций, какую взяли здесь Лайон, ну уже настолько, ну команды даже которые не видели эту композицию достаточно долго, они понимают что здесь нужно собирать и как здесь нужно действовать в такой ситуации. Все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И Джим, что происходит? Ульта от Райдера. Но без ультимейта остается здесь Калисто. При этом доходит Свитпер очень далеко. У него есть Джоня, правда? Или нет? Да, есть Джоня. Здесь есть. Спукс играет вместе с Райдером. Пушит бот-лейн активно. Там тем временем большая волна миньонов на топе. А одной Нексус-вышки уже нет. Свайпер играет по Юри. Юрий использует Джонни с Hourglass. У него нет ультимейта. Его просто уничтожают. Там играют дальше по Джераллу. Ульта выкидывает двоих. Но Поппи это абсолютно не спасет. Джералл минус. И команда Chiefs сейчас закончит эту игру. И нечего делать здесь Лайон Гейминг абсолютно в этом матче. Спукс использует ультимейт. Спасает Свифера и себя. При этом Джонни с Hourglass еще есть у Твистед Фейта. Сиджоанни минус. Ингибитор, точнее, Нексус, прошу прощения, уже открыт. И команда Chiefs выигрывает этот матч против команды Лайон Гейминг. Тот редкий случай, когда вы открыли ингибитор на пятнадцатой минуте, а закончили только через пятнадцать минут. Золотая карта золотая. Наполняет ароматом чая. Почему-то все так, когда мне эта песня наигрывалась. Да. Это, по-моему, это Chiefs ты празднуешь или что? Это игра. Я бы хотел заметить, что... А, я понял, да. Игра очень подходящая аналогия. Леоны пытались сделать велосипед и забыли прикрутить ему колеса. Они напикали... Пик хороший, но пик это очень лейтовый. То есть у них джаннер, который должен очень долго выфармить, это Сиджоанни. А там слева Киндред, который может за это наказывать. У них на миде Лиссандра, которая тоже скейлится. И желательно под Лиссандр быть агрессивного джаннера. Потому что Лиссандра имеет кучу контроля. Но по этой куче контроля нужно дамажить. Если у тебя Сиджоанни в лесу, как бы ганки на миде уже никак не получится. А там Twisted Fate. Twisted Fate там скейлится шестой левел, все, он пошел ганкать. Сноуболит свои линии. А сноуболит там есть кого? Там Калиста. Тут непонятно, почему если нужен был агрессивный лесник, не взяли Грейса. Грейс не был в бане, его никто не взял со стороны Chiefs. Тут именно связка была композиция под тимфайтинг. Вот чисто тимфайтинг. То есть Lion Gaming хотели выигрывать именно драками, которые организовать в такой вот композиции. Точнее против такой композиции было очень сложно. Во-первых, в ранней игре, как уже сказал Зак, в ранней игре слишком много опций, как разыграть могут здесь все свои линии команды Chiefs. То есть здесь и лесник в принципе хорош на ганках, да? Плюс есть TF, который может с ульты приходить на топ. Там Калиста и Трэш. Эта линия реально круто сноуболится. Если они получили преимущество, они уже доведут его до конца. Ну и Chiefs, они сделали в принципе все правильно. Кинрад зашла на мид на третьем уровне, потом убила на боте, ну соло лайнера, да? Потому что они свапнули. И потом TF получил шестой и Кинрад пошла на топ. И они убили дабло на топе, забрали башню, потом пошли на бот, забрали башню. То есть они какой-то прессинг давали на всю карту. То есть не было такого, что Кинрад фармит, Сиджуани фармит, а потом он что-то придумал. Нет, они просто ходили по всей карте, все забирали и тут уже никак не выиграешь. Кинрад не фармила АФК, потому что понимала, что справа ее никто не может наказать. Три пассивных чемпиона, Сивир. Вот, кстати, насчет тимфайт-сетапа. Сивир или Сандры достаточно для тимфайтинга. Здесь Сиджуани не нужна была. Просто потому что у них контроля есть, Сивир, который ускорит всех, есть. Можно было, если уже настолько хотели драться, взяли б Зака. Он скейлится чуть-чуть побыстрее. И он сам как инициатор намного лучше. Не брали бы Сивира, взяли бы какого-нибудь Лицана, не знаю, чтобы было кого сноуполить. Зака Гайдер или Зака из Вейфикс? Зака чемпиона, которого брал Мемент один разочек. И Димаш, кстати, тоже вроде брал в турнире претендентов. И Неймар разок. Благодаря нему, Роксы, как бы еще сезончик поиграть в ЛСЛ. А Вертон говорит, Нейман не брал Зака. Я помню, что брал. Нейман брал против нас на первой неделе. И с Нандерлордом, там считают, что не было. Он, наверное, пикн. Там, да. Ну, что ж, по этой игре, конечно, Чивз победили. И еще у них остается шанс. Да, маленький очень. Да, у Чивз остается шанс выйти все-таки в плей-офф. А вот LionGaming, к сожалению, будут доигрывать свои матчи уже, ну, может быть, пытаясь хотя бы там одну победку взять. Но, тем не менее, шанса их уже там не просто призрачный. Их, по-моему, уже вообще нет. Ну, там разве что тайбрейки могут какие-нибудь быть. Так что, дорогие дамы и господа, мы уходим на небольшой перерыв, после которого вернемся с шестой игрой сегодняшнего вечера. Никуда не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok